Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы говорим о том, что происходит на основных финансовых площадках мира. Строим прогнозы некие, да, даем рекомендации. Хотя это тоже, наверное, не очень правильно было бы в прямом эфире делать. Ну, в общем, говорим о насущных проблемах, о темах, которые нас с вами все интересуют. Итак, сегодняшняя тема. Российский фондовый рынок. Идеи сезона отчетности и дивидендов. В гостях Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест». Добрый вечер, Дима. Добрый вечер. И Александр Антипов, директор департамента операций на рынке акций инвестиционной компании «Велес Капитал». Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. Традиционно, начиная наш эфир, я сообщу, во-первых, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. И сайт компании «Финам.фм» для того, чтобы позвонить, написать и задать свои вопросы моим сегодняшним гостям, нашим экспертам. Ну, и учитывая начало программы «18.04» в Москве, давайте посмотрим, а что же в моменте происходит на этих самых мировых финансовых рынках. О, открыл я сейчас колонку с мировыми индексами, а там все красное, там все красное. Значит, надо делать выводы, что сегодня мы опять видим волну снижения, как минимум сейчас под закрытие. Российский рынок, да, перебрался в отрицательную территорию. Вот, и, значит, следующие котировки. РТС минус 0,6%, 1532 в моменте. ММВБ минус 0,2%, 1497 в моменте. Европа сегодня тоже снижается. Фудси 100 минус процент. Ну, американцы через полчаса к нам присоединятся. Вчера они, ну, так легко, можно сказать, откорректировались. По крайней мере, в красном цвете закрылся и Dow Jones и S&P, по 0,2% они потеряли. Азиатские индексы Nikkei 225 сегодня в минусе на 0,6% и чуть больше Shanghai Composite почти на процент закрылся. Ну, сегодня так, в тренде, все в тренде, никто не выделяется особенно. Сревые рынки и Forex, нефт марки Brent, вы смотрите, вновь ниже 110, хотя сегодня весь день стояла. Она выше этой отметки. Ну, в любом случае, недалеко. Пока в районе 110, так она и движется уже несколько дней. Золото, значит, сделал очередной рывок и сейчас находится почти у 1600 долларов за унцию. Евро-доллар буквально перед нашим эфиром опять, видимо, почувствовал что-то, да, связанное с сухим остатком и начал снижаться активно. Евро-доллар сейчас торгуется в районе 129.37, что гораздо ниже уже 30-й фигуры, на которой он более-менее уверенно держался несколько дней. Кстати, да, опять японская иена начала расти. Ну, собственно, доллар начал укрепляться, поэтому видим мы эти с вами движения. Ну и набор голубых фишек сегодня разнонаправлен. «Газпром» сегодня прибавил 2% с лишним, 140 рублей уже стоит бумага. А вот ГМК «Норникель» в моменте потерял 2 с лишних процента. Ну и еще можно отметить, может быть, снижение, да, в основном снижение. «Автоваз» на 1,5%, «Сургутнефтегаз» 1,5% и 1,5% «Ростелеком». Ну так, преимущественно, все в красном цвете. Вот такая вот пока, если позволите, сейчас начнем разговор, если позволите, пока непонятная все-таки картина, что же происходит-то в мире, что происходит у нас в частности. Ну, а о мире сначала начнем, Дим, с тебя. Начнем, как ты вообще видишь, вот если можно. Ну, я понимаю, что в одной и двух фразах вряд ли можно, да, каким-то образом уложить все количество информации, и, главное, эмоций, которые, собственно, сейчас эта картина наталкивает, но более-менее, как это уложить на одну, на один поднос, что называется, да? Как это уложить? Ну, в последние дни мы видим снижение волатильности на мировых рынках. В целом это характерно не только для российского рынка, который отскочил от уровней поддержки и несколько прибавил последние несколько торговых сессий. Но в целом мы видим, что факторы риска и факторы поддержки балансируют друг друга, и поэтому можно сказать, что глобальные инвесторы находятся в некотором таком ожидании, воздерживаются от активных действий, есть факторы риска, всем известные, это и еврозона, слабая макроэкономическая статистика, продолжает приходить, и она, в общем, сдерживает пыл и аппетит к риску. В то же время есть достаточно определенное количество положительных факторов, статистика по занятости в США оказала поддержку в конце прошлой недели, в общем-то, что позволило держаться индексом фондовым на максимальных значениях за последние годы. То есть я бы отметил, что основное настроение инвесторов, это находится в ожидании будущих каких-то событий, которые смогут либо усилить положительные факторы, либо негативные факторы. И в зависимости от этого мы и будем видеть какие-то определенные движения. Ну, понятно. То есть сейчас все балансирует, да, где-то вот более-менее на одном уровне. И, видимо, ждем мы, да, что какие-то события заставят либо в ту, либо в другую сторону. Но, тем не менее, если посмотреть на американский рынок, все-таки он фондовый, по крайней мере, он растет достаточно уверенно. Это с чем может быть связано? То есть там ребята не особенно смотрят по сторонам, они смотрят на американские показатели в основном, наверное. Ну, да, в конце февраля, когда, в общем-то, были предпосылки для того, что для более глубокой коррекции, связанной с секвестром, с сокращением расходов бюджета, но этого не произошло. И, по большому счету, рынки, то, что действительно серьезно может повлиять на настроение инвесторов, это сигналы о каком-то изменении кредитно-денежной политики. Пока что мы видим неустойчивое восстановление экономических показателей и рассчитывать, что в ближайшее время такие сигналы появятся, наверное, не приходится. Но, тем не менее, если они не появятся, это может вызвать действительно серьезные движения, фиксацию для которых предпосылки достаточно хорошие есть. Пока что рынки находятся в ожидании и, в целом, мы видим, что, возможно, была бы какая-то фиксация на американских бумагах и переход в других активы. Но пока что ни Emerging Markets, ни Европа не дает оснований полагать, что вложения туда будут более выгодны в текущей экономической ситуации. Я понял. Саш, ты как смотришь на все? Ну, да, наверное, в сухом остатке можно сказать так, что американская экономика более-менее восстанавливается. Пока она еще восстановилась не до конца, но восстановление-то идет, и, в общем, достаточно уверенно. Если восстанавливается американская экономика, то, соответственно, она начинает притягивать все деньги мира к себе. Соответственно, денег на развивающиеся рынки, естественно, остается меньше и меньше. Поэтому данная ситуация, к сожалению, нам пока ничего хорошего не сулит. Хотя это сулит Америке. Но в будущем, когда американская экономика восстановится, естественно, это повлияет очень позитивно и на развивающиеся рынки, в том числе и на наш. Другой вопрос, опять же, во времени. Когда это произойдет? Через год, через два, через полгода и т.д. и т.п. Пока, ну, будем молиться за наших друзей американцев. Соответственно, это принесет какие-то выгоды и нам в последующем. Но пока совершенно вот справедливо мой коллега отметил, что волатильность рынка снизилась, безусловно. И, наверное, это нехорошая новость для тех, кто играл, покупая различные ноты, направленные на высокую волатильность рынка. Такого, к сожалению, нет. И пока рынок заработать не дает. Смотри, вот здесь, мне кажется, тоже парадоксально очень часто, да, с одной стороны, мы говорим, растущая волатильность, она определяет нервозность, да, участников рынка. Сейчас у нас неопределенность, а волатильность падает. Это значит, что апатия какая-то. Ну, совершенно верно, да. Вот как Дмитрий сказал, что инвесторы сейчас выжидают, куда, в общем-то, направить, что купить, что продать. Потому что, с одной стороны, покупать что-то нет желания, с другой стороны, ну, в общем, продавать как-то тоже не с руки, потому что активы достаточно дешевы. И куда направить деньги пока, да, тоже не очень ясно. Дешевые, это сейчас, если говорить о российском рынке, да? Ну, в частности, да. В частности, мы говорим про российский рынок. Вот, направлять деньги в Америку, ну, я думаю, они уже, инвесторы, сколько могли, уже направили максимально. Тем более, если сейчас, да, в районе исторических максимумов стоят индексы. Естественно. Не очень правильно было. Приток на наш рынок денег не ощущается, если не сказать обратное. Так. Поэтому, в общем, ждем, ждем. Но пока еще не май. Да. А, кстати, да, начал говорить об ожиданиях, ждем, ждем. Поэтому я хотел как раз переспросить, а чего можно, собственно, ждать-то? А, ждать можно. Майских праздников, да? Ждать можно чего угодно. В принципе, все, я думаю, инвесторы ожидают роста, естественно, да. Но, как бы, можно дождаться и падения, такое тоже не исключено. Ну, да. Поэтому любая стратегия должна быть направлена как на возможность роста рынка, так и на возможное его падение. Потому что все ближе май, в общем-то, sell in May and go away, как говорит поговорка. Да, продавай в мае и гуляй. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжим. Итак, продолжим. Продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест». И Александр Антипов, директор департамента операции на рынке акций инвестиционной компании «Велескапитал». Значит, продолжаем обсуждать глобальные идеи. Ну, вот одна из них, собственно, оба гостя ее озвучили. Значит, мы в ожидании каких-то событий. Что это за события? В ожидании перемен. Да, каких-то перемен. Вот именно. Ветер перемен, как помните, известная песня была у нас. В ожидании каких-то событий. Откуда они придут? Учитывая, что экономика Соединенных Штатов восстанавливается умеренными более-менее темпами. Это некий позитив для рынков. Но, помимо позитива, вот этого очевидного, есть еще огромное количество, да, таких мин замедленного действия. Одна из них, а может быть, не одна из них, да, и много находится в еврозоне. Сейчас я хочу проанонсировать. У нас с завтрашнего дня двухдневный саммит Евросоюза начинается. И там наверняка будут обсуждаться какие-то, ну, традиционные вопросы, видимо, связанные с проблемами финансового плана, да. Ну, помимо этого, есть еще некие иные проблемы, недавно нарисовавшиеся, в частности, проблемы в Италии, да, политического кризиса, выборов и так далее, и тому подобное. Дима, если можно поподробнее осветить, вот с этой точки зрения, какие риски, ну, может быть, спекулятивные или там среднесрочные, эта проблема для еврозоны несет в целом, для еврозоны, естественно, в целом для всего оставшегося мира. Или, может быть, это надуманно, потому что, действительно, вот даже и снижение рейтинга Италии несколько дней назад, она сильно рынок не обидела, хотел сказать, не огорчила, сильно рынок не огорчил. Ну, инвесторы как бы уже привыкли к там последние годы, что еврозона, в общем, является объектом пристава внимания, объектом рисков. Вот, поэтому, собственно, снижение кредитного рейтинга есть отражение тех проблем, о которых ты перечислил, и которые, в общем-то, были известны и до этого. Да, и которые все знают эти проблемы, да, и, собственно, ничего особенного-то не происходит. Вот, но в целом, думаю, что общая проблема для еврозоны сохраняется. Как я ее представляю, это проблема нахождения баланса между стабильностью финансовой системы и поддержкой экономической экономики. Мы видим усиление, рост сильный евро поддержал банковский сектор, и, в общем-то, риски, которые были связаны с банковским сектором, в том числе и благодаря различным схемам ЛТРО и системам финансовой стабилизации, удалось снизить. Но при этом обнажилась другая проблема, проблема экономического роста. Мы видим, регион находится и все больше скатывается в рецессию. И пока что каких-то существенных изменений в этом вопросе мы не видим. Риски сохраняются. Прогнозы отрицательных темпов роста, в общем-то, последней статистикой подтверждаются. Данные по промышленному производству выходят хуже, чем ожидалось даже в Германии, которая была флагманом. Да, который был локомотивом. Локомотивом, да, который вытягивал остальные стороны. И там мы видим проблемы. И без каких-то дополнительных элементов поддержки эту ситуацию вряд ли возможно изменить. И, на мой взгляд, основной вопрос, насколько финансовые власти будут готовы, возможно, в какой-то мере в ущерб финансовой системе, поддержать экономику. Я имею в виду именно в каком-то таком региональном масштабе страновом. Потому что, безусловно, некоторое ослабление курса евро приведет к оттоку капитала. Но, с другой стороны, отток и так будет, если экономика будет показывать темпы рецессии. Поэтому, я думаю, что на второй квартал, на ближайшее время, это будет основной вопрос. Готовы ли финансовые власти, правительство перейти от финансовой системы к поддержке экономики реального сектора этих процессов? Я понял. Спасибо. Саш, ты какие риски видишь в еврозоне? Ну, опять-таки, извини уж, да. Напомню, проблема политических кризисов в Италии, она вообще ожидаема. Ожидаема? Она серьезная? Ну, это не совсем ожидаема, да. Но, в общем, она, может быть, была ожидаема для каких-то больших знатоков Италии. Но, в принципе, достаточно серьезная. Потому что Италия, в общем, достаточно большая экономика еврозоны. Это одна из, наверное, трех лидеров. И, естественно, нестабильность в Италии, в общем, сказывается. Мы видим, что рынки, скажем так, немножко лихорадят, аккуратненько выразимся. Но, в целом, я думаю, что итальянцы все-таки преодолеют данную проблему, потому что их система достаточно стара уже, испытана временем. Система, ты имеешь в виду, политическая? Да, это такая система, конечно. И они выйдут из этого кризиса, не кризиса, и все разрешится. Но экономическая сторона вопроса, конечно, внушает определенные опасения. И, как вот, я не буду повторять, что Дмитрий сказал, но, в принципе, конечно, Европа — это небольшой больной зуб. — Небольшой, но больной зуб. — Да. — Ну, опять-таки, смотри, о масштабах сложно здесь говорить, да? Ну, учитывая, что небольшой наверняка, я уж не знаю, кто к болезни полустирта, но, условно говоря, да, болезнь, все зубы вряд ли. — Болезнь зуба — это болезнь, да. — То есть это какой-то такой локальной истории, но, тем не менее, да, весь рот страдает. — Да, спокойно спать не будем. — Это да, это да. — Так, смотрите, еще одна тема, которая очень меня сегодня интересует, и, Дима, собственно, тебе я хотел этот вопрос сначала задать. Азиатский регион в целом, Китай, да, как, так сказать, глыба в этом самом регионе, ну, его экономическая сейчас стабильность, его прогнозы экономического роста, и последние вот уже события нескольких дней, возможный и достаточно серьезный конфликт между братьями-корейцами. Вот они как-то так сейчас, да, очень резко вдруг начали друг на друга наезжать, причем делают это активно. Я сегодня где-то прочел, значит, южные корейцы начали с американцами совместное учение, там, рядом дразнят ребят. А те в ответ, мне цифра эта запомнилась, те в ответ за 11 марта, по-моему, 700 раз поднимали свои самолеты и вертолеты в воздух. 700 раз за день, да, то есть как бы они... То есть все там бряцают оружием, показывают бицепсы друг к другу, это вообще может чем-то, не дай бог, конечно, чем-то очень плохим закончиться, как ты думаешь? Ну, в целом, если говорить о градусе... Кстати, извини, пожалуйста, вот, еще есть вопрос как раз, ну, по сути, по этому же поводу. Значит, следующий Вальнов Валерий пишет нам. В связи с недавним событием на Корейском полуострове, разрыв договора о ненападении, да, между корейской народной и южной Кореей, стоит ли ожидать серьезных падений азиатских индексов, раз, в частности, корейского Коспи-2, и вины ли такие негативные тенденции уже сейчас? Ну, по крайней мере, сегодня я начал с этого, да, азиатские индексы там основные снизились, но я думаю, это еще не реакция, да, вот на это, на эти события. Дим? Ну, достаточно сложно определить доминирующую тенденцию в отношениях, особенно в азиатском регионе, поскольку, с одной стороны, мы видим действительно усиление напряжения, но оно, в общем-то, напряженное было всегда между двумя кореями, но в последнее время уж особенно часто мы видим эти сообщения. Ну, смотри, разрыв договора о ненападении, да, это можно считать каким-то действительно вот таким серьезным шагом? Или это просто традиционно у них, да, сегодня мы договорились, завтра опять поссорились, потом опять помирились, как-то это все? Мы можем только предполагать развитие событий, но вспомнить, что, возможно, что это какая-то, скажем так, именно вербальная усиление, так сказать, вербальная конфронтация. Можем предположить, что в определенной степени это так. Все-таки давайте вспомним, что недавно был визит известного баскетболиста, который принимался в КНДР на самом высоком уровне, что можно назвать как некий такой шаг в пути некой нормализации отношений, в том числе и с Соединенными Штатами. Потом попытка лидера Кореи, да, я помню, созвониться с Обамой, все, что-то как-то не случилось только у него. Ну, да, наверное, много слухов вокруг этого, но, так сказать, можно сказать, что напряжение сохраняется, но сигналов к тому, что оно выльется за рамки каких-то тех отношений, которые были, да, и будет в каком-то более открытом военном конфликте, я думаю, сейчас пока нет таких оснований. Рады еще об этом говорить, да? Как ты сможешь на Восток, Саша? Ну, в принципе, достаточно сложно нам, конечно, судить, потому что Восток — дело тонкое. — Браво, браво. — Ну вот, но мне почему-то кажется, что это небольшие ритуальные какие-то песни и пляски. — Все-таки. — Да, вот это вот лично мое мнение непрофессионала, вот взгляд со стороны. Я, лично я, да, я могу ошибаться, конечно, но я не думаю, что это выльется в серьезный вооруженный конфликт, потому что, конечно, если это вдруг выльется, то последствия очень сложно просчитать. Потому что Северная Корея уже практически или реально обладатель ядерного оружия, допустим, она там маленькая, немощная. — Ну, здесь главное начать, правильно? — Да. — Ну, в общем, и этого хватит, чтобы там хорошо о себе заявить. Поэтому я все-таки думаю и надеюсь, что это небольшие такие вот бряцы не оружием и ничего больше. — Ну, дай бог, дай бог, конечно, чтобы так и... — Добавлю, что пока говорить о том, что капиталы будут уходить, из Азии пока рановато. Мы видим, если статистику брать с начала года, мы видим, что Азиатский общий регион из-за развивающихся рынков был, что ли, называется, в авангарде. Видимо, и Филиппины, и Индонезия, фондовые рынки показывали рост 15-20%. Поэтому, собственно, которые вытянули основные emerging markets. Поэтому пока что я думаю, что говорить о том, что инвесторы как-то серьезным образом переоценивают эти риски, пока что вот статист говорит об обратном. — Я понял, я понял, хорошо. Ну, видите, нашего слушателя, по крайней мере, вопрос заинтересовал. Ну и потом, мне кажется, даже вот по количеству сообщений в средствах массовой информации, эта вещь такая достаточно актуальна. Ну хорошо, мы сейчас вновь слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш разговор. Ну что ж, продолжим эфир с сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем, ну, традиционно обсуждаем ситуацию на мировых финансовых площадках и поговорим сейчас о российском рынке, в частности, о российской экономике и известных событиях, или, точнее, ожиданиях их. Напомню, что в гостях Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвесторной компании «Русинвест», и Александр Антипов, директор департамента операции на рынке акций инвесторной компании «Велескапитал». Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, о России. Давайте, да, о России. Итак, обсуждаемая сейчас, опять-таки, история с назначением нового главы Центрального банка Российской Федерации и предложенной нашим президентом кандидатурой госпожи Набиулиной. И вот насколько, Дима, твое мнение, по крайней мере, да, насколько это удачная кандидатура, субъективно, и каким образом можно и нужно ли вообще, да, ждать сменения денежно-кредитной политики и, собственно, в какую сторону, как ты считаешь? Ну, пока рано говорить о том, насколько будет меняться курс Центрального банка в плане определения приоритетов деятельности. Ну, то, что назначается на пост главы Центробанка человек, проработавший в структурах правительства, возможно, можно расценить как некая, скажем, попытка все-таки приблизить деятельность Центрального банка больше к нуждам экономики. Или, если позволишь, я немножко иначе предложу формулировку, или сделать все-таки Центральный банк несколько более подотчетным правительству, нет? Были бы такие попытки раньше, да, давайте сделаем, вот Центральный банк будет слушаться правительства Российской Федерации, хотя и предыдущий глава Центробанка, и, собственно, наверное, правильно делал, он целиком стоял за том, чтобы Центральный банк самостоятельным органом, но это иначе быть не может такого. Вот здесь нет, как раз в назначении именно госпожи Набиулиной, вот шага в эту сторону. Я думаю, что в большей степени это связано с тем, что в определении приоритетов развития деятельности Центрального банка в большей степени будет уделять внимание не только финансовым вопросам, то есть инфляции, но и экономическому росту. Потому что в предыдущей все-таки была приоритет, да, у нас есть да, там и по инфляции, и высокие ставки. Да, приоритет это регитирование определения инфляции, сейчас приоритеты могут меняться, исходя из той ситуации экономической, которая есть из-за наметившегося некоторого ухудшения ситуации в экономике. И возможно, что это попытка вот отреагировать на эту ситуацию, привести человека, который продал структуру к правительству, который в большей степени знаком с ситуацией в реальной экономике. К снижению ставок приведет это в ближайшее время, как считаешь? Сказать сложно, в целом, насколько я знаю, пока что не было каких-то официальных заявлений относительно курса, и быть, наверное, не могло до официального объявления. Вообще, я поймал себя на мысли, что мы сейчас обсуждаем еще вещь-то не случившуюся, да, а говорим они как уже о факте, свершившемся, забавно, конечно. Ну, мы говорим о наших предположениях, о наших мнениях. Просто у нас президент, он может так преподнести, что, собственно, уже потом обсуждать-то и нечего. Я помню, позавчера это тоже средство. Кто будет новым главой? Он сказал, ну, у меня есть кандидатура. Вам понравится. Ну, в принципе, да, здесь, наверное, выскажу свое личное мнение. Я считаю, что все-таки Эльвира Набиулина профессионал. В общем-то, не зря она достаточно долго возглавляла Минэкономразвитие. Поэтому с этой точки зрения это очень позитивное назначение. Я не думаю, что будет политика Центрального банка как-то резко изменена или резко ускорена, или там что-то заторможено. Пока, я думаю, все будет идти как идти, потому что, ну, политика Центрального банка, да, это, наверное, как большой поезд. Его невозможно сразу затормозить или разогнать. То есть вот как он движется и движется по инерции, да. Возможно, будет какое-то изменение, но любое изменение будет постепенным, потому что что-то резко менять в экономике, это во вред любой экономике. Это вот мое мнение. Вот. Ну, что касается, вот, вашего вопроса, да, подотчетности правительства, ну, все-таки не надо забывать, что в правительстве госпожа Набиулина была тогда, когда руководителем правительства был Владимир Владимирович Путин. То есть я бы сказал, что она подотчетна все-таки Путину, скорее, да, ну, а глава Центрального банка в принципе как бы подотчетен президенту. То есть здесь мы, в общем-то, да, логика очень простая. Поэтому я не думаю, что новый глава или новая глава Центрального банка будет вдруг подотчетным правительством. Поэтому я думаю, что независимость Центрального банка по-любому будет соблюдена. Тем более, что у Центрального банка будет функция, ну, по крайней мере, это обсуждается, и уже практически решенный вопрос, будет функция мегарегулятора. То есть что тоже очень важно. Да, согласен. Хорошо, у нас есть вопрос, давайте послушаем и ответим. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Ну, ты, комментарий, может быть, такой по поводу Центрального банка. Так. Ну, это чистый консерватизм, да, которого придерживается, естественно, ВВП. И никого другого он не смог, как карманный банк, да, чтобы он просто и подотчетен, и никаких изменений, я думаю, не будет. Вообще ни на что не повлияет. Хотя, возможно, и нужно что-то делать, пока и нефть на высоте, да, может, она и будет на высоте. Владимир, подотчетен кому, я не очень расслышал? Подотчетен ВВП, Владимир Владимирович. Понятно, понятно, понятно. Да, то есть никого не назначили таких экономистов, как Глазер, или кто-то еще там, когда-то был задорно, которые могли бы, да, там... Кудренно даже рассматривали, я где-то читал. Ну, надо было, да, кого-то. Ну, это все понятно, то есть никого такого не стали, чтобы куда-то не попер по своей, как говорится, пробивать стены в другом направлении. Что, наверное, нам нужно было бы. А это, ну, все так и будет, никаких изменений. А вопрос у меня такой вот... Поменялась ли парадигма, да, я, может быть, больше вам, Олег, вопрос, да, по пороксу. Не то, чтобы прям торговать на новостях, а вообще вот до восьмого года, да, там, новости по ВВП, по инфляции, по чему угодно, реагировали, да, на, ну, допустим, на пару евро-доллар, да, я думаю, и автолийский доллар, да, там, что-то доходное, высокорискованное. Вот. После восьмого, естественно, все это поменялось, то ли будут печатать деньги, то ли не будет, поэтому евро от новостей уже совсем не зависит. В последнее время, вот, вроде как видно, наблюдаю частенько, что, как бы, реагируют на новости. Вот сегодня, да, вышли розничные продажи, вышли ожидания в Америке, да, 0,5 ожидания вышла, 1 с чем-то. И, вроде как, должно оптимизм и на рынках, и риски должны расти. Ну да, и доллар должен падать. А нет, а доллар стремительно прям, ну, там, в разрезе дня, естественно. Но фигура все равно прошла. Тем не менее, да, даже больше. Да, фигура уходит, это приличное движение, да, естественно. Вот, не поменяла, не восстановилась ли парадигма, да, из чего бы она должна восстановиться, что когда новости вдруг теперь влияют на курс той или иной страны. Я понял. Спасибо. Спасибо, Владимир. Ну, комментарий Владимир свой озвучил по поводу, да, назначения главы Центробанка, это его личное мнение, естественно. А вот с точки зрения парадигмы, я, правда, не совсем понял, что Владимир подразумевает вот этим словом. Ну, мы традиционно видим, да, какие-то, так сказать, корреляции, да, движения. Хорошая новость, статистика, да, по штатам, например. Происходят одни события там. Вот сейчас, Саша, как ты считаешь, да, это, если сравнивать докризисные и нынешние времена, а то, может быть, уже и посткризисные, и опять что-то изменилось. Изменилось что-то? Ну, естественно, сменилось. То, что было до кризиса, это совершенно другая эра. Как бы тогда мы и торговали по-другому, и все было другое. Сейчас совершенно другая реальность. Когда мы были молодые. Да. Сейчас совершенно другая реальность. В общем, конечно, все поменялось кардинально. Сейчас надо привыкать жить в текущей реальности. Некоторые новости отыгрываются немножко странно, да, в общем-то, нам, казалось бы, да, они должны отыграться так, они отыгрываются по-другому. Но в любом случае рынок всегда прав, и, в общем-то, он идет в том направлении, в каком идет. Да, здесь, как говорится, не надо бросаться под колеса идущего поезда. Это да. То есть нужно привыкать, нужно смотреть, как рынок отыгрывает текущие новости, да. И сейчас, конечно, мир стал сложнее, сейчас, ну, все стало по-другому. Но в плане вот роста курса доллара, да, опять возвращаюсь просто к своему комментарию, Америка восстанавливается, естественно, все деньги пойдут в Америку, и, в общем, рост курса доллара – это ожидаемое событие. То есть доллар будет укрепляться. То есть и средний, и долгосрочный, и краткосрочный, да, вот даже на хорошую статистику, да, мы видим укрепление доллара. Конечно, конечно. Но, с другой стороны, понимаете, России даже выгодно укрепление, да, России выгодно слабой национальной валютой, ну, в общем, как и всем другим экспортерам. Америка-то уже привыкла жить во времена сильного доллара, поэтому ей не привыкать, а нам хорошо. Дим, ты как по поводу парадигмы? Действительно есть разница того, что было до кризиса и сейчас? Ну, безусловно, разница есть. Ну, здесь я бы отмечил несколько моментов. Все-таки приходящая сейчас статистика, она, как бы, подтверждает, в общем-то, тот тезис, о котором мы сказали. То есть, что американская экономика более сильна, чем основной конкурент, это европейская экономика. Японская экономика, как третья сила глобальная, да, и китайская экономика. В китайской экономике мы видим стабилизацию, плюс там некоторые тенденции роста инфляции. В японской экономике мы видим шаги по также ослаблению национальной валюты для стимулирования внутреннего производства. На сегодняшний день, вот из основных региональных экономики, европейская наиболее уязвима. При этом, естественно, инвесторы пытаются реагировать на опережение. То есть, в любом случае, если экономика какого-то региона будет более сильная, то капиталы пойдут туда. Там это и рост прибылей, и, соответственно, рост дивидендов, рост доходов. Поэтому, несмотря на такой паритет процентных ставок в пользу Европы, сохранение, мы видим все-таки фиксацию определенную по европейским активам и уход, несмотря на достаточно дорогие, в американские активы. То есть, именно бегство в качество, да, как говорят в таких случаях? Да, это бегство скорее в опережение. То есть, инвесторы видят, что при текущей ситуации Америка будет восстанавливаться более сильными темпами, а Европа все-таки имеет проблемы, которые не решаются и которые в сухом остатке по итогам года будут отрицательные темпы роста ВВП. Вот они реагируют именно на это. Для россиян она близка не только потому, что там хороший климат. Как-то может это отразиться на России, проблема Кипра? Ну, я не думаю, что это как-то сильно отразится на России, но они будут просить денег, в общем-то. И Россия, скорее всего, поучаствует в этом? Ну, либо поучаствует, либо какие-то условия Россия по-любому предложит. Пролоббируют все называется. Или пролоббируют, да. Думаю, да. Хорошо. Ну что ж, в таком случае еще раз слушаем новости на Финам.фм, потом будем отвечать на вопросы. Ну что ж, продолжим эфир, уважаемые слушатели. Итак, отвечаем на вопросы. И, соответственно, не забудем о том, чтобы поговорить о ситуации на отечественном фондовом рынке. Хотя, конечно, там ситуация швах, как говорят. Итак, вопрос я читаю. Вопрос от нашего слушателя из Украины, жителя города Харькова, Василия. Какова вероятность повторения белорусского сценария для Украины, пишет Василий и расшифровывает свою мысль, когда там, собственно, в Белоруссии, да, была резкая инфляция и девальвация, а потом вступление в таможенный союз. Ну и такой у него, как бы, персональная просьба, вопрос, часть сбережений храню в гривне, говорит он. Кого ваше мнение по курсу гривок, рублю и доллару на хотя бы на один год? Каковы риски по гривне? Саш, ну ты, как большой знаток Украины, давай, тебе и карты в руки. Ну, большой знаток Украины. Ну, ты торговал на украинской бирже, это на многом говорили. Это, конечно, сильно сказано, но, опять же, скажу свое личное мнение, да. Украина, в принципе, замечательная страна. Украинская экономика, как ни странно, жива после кризиса, да. Но проблема в том, что, несмотря на то, что там есть работающие предприятия, хорошо работающие, в частности, можно назвать металлургию, машиностроение, инвесторы туда не идут. Они, в общем-то, ушли оттуда после кризиса и не возвращаются. Это связано и с политическими рисками, и с различными другими ограничениями. В этом плане, конечно, украинская экономика закрыта для всех инвесторов. Что касается, в общем-то, гривны и хранения сбережения. Ну, в общем-то, украинцы знают, что у них идет все-таки инфляция, да, и была определенная девальвация. Конечно, пока сложно предвидеть такой же сценарий, как в Белоруссии. Я не думаю, что мы ожидаем это увидеть в ближайшее время. Но я бы, конечно, посоветовал хранить сбережения все-таки в более твердой валюте. Каковой является американский доллар на данный момент. То есть, вот Василий пишет, часть сбережений, вот эту часть надо перевести все-таки, да? Ну, вы знаете, это мне вспоминается старый анекдот, да. Пациент, габровец, желая сэкономить деньги, спросил у своего лечащего врача. Доктор, а что вы делаете, когда болеете, когда у вас насморк? Чихаю, ответил доктор. Поэтому, чтобы дать конкретную рекомендацию, нужно знать все-таки поподробнее, да? Какая часть сбережений. Если мы условно говорим о сумме, там, эквивалент 10 тысяч долларов, ну, здесь одна рекомендация. Если мы говорим о сумме, там, 10 миллионов долларов, здесь совершенно другая рекомендация. И потом надо знать, да, целевая цель для этих сбережений, правильно? Естественно, цели, в какой валюте происходит поступление, в какой валюте происходят расходы, да? Ну, можно предположить, конечно, что, наверное, все-таки доходы это гривна, расходы. Ну, если доходы гривны и расходы гривна, тогда надо хранить в гривне, да, какую-то часть сбережений перевести в доллары. Если какие-то более сложные операции, то, естественно, здесь нужно рассматривать каждый конкретный сценарий. Но в общем, в общем, я думаю, что обязательно нужно иметь определенную долю в американских долларах. Потому что, ну, любой экспортирующей экономике, как я уже говорил, выгодно, чтобы ее национальная валюта не укреплялась. Ну, соответственно, делайте выводы сами, что называется. Ну, и потом, наверное, стоит добавить, тем более, что мы до новостей как раз этой темы касались, да, если вдруг, да, не дай бог, что-то происходит, ну, из каких глобальных потрясений, очередной кризис, то опять мы увидим, да, что все побегут в доллар. Ну, естественно, это safe heaven, конечно. Вариантов никаких. Если долгосрочные сбережения, то есть очевидно, что они должны быть наверняка именно... А вот вероятность повторения белорусского сценария? Ну, вы знаете, это, опять же, это как вероятность встретить динозавра на улице, да, либо встретишь, либо не встретишь, ну, 50 на 50, поэтому... Ну, все может быть. Хорошо. К этому надо быть готовым. Да. Вот это, наверное, самая важная рекомендация. Я согласен. Может быть, добавлю, если посмотреть на динамику фондового индекса украинского, мы видим, что действительно инвесторы негативно оценивали процессы и ситуацию. Процессы политические, экономические. Украинские процессы за последние 6 месяцев мы увидели снижение индекса Украины почти на 40%. Но, правда, в этом году мы увидели некоторые улучшения и отскок на 12%, так что украинский фондовый индекс обогнал российский фондовый индекс. Отскочил. Ну, вы знаете, я все-таки возьму на себя смелость утверждать, что украинский фондовый индекс, ну, это некоторая такая эфемерная величина. То есть, если там по ценам, которые стоят на бирже, ни купить, ни продать, ничего толком нельзя, то, в общем, что такое индекс? Это нечто, поэтому оно может как расти, так и падать. Да, и главное, что толку от этого никому, да? Да, то есть, реально, ну, реальная картина это не отражает. Тогда давайте вернемся к, или точнее, да, посмотрим на менее эфемерные все-таки индексы, менее эфемерные рынки, а точнее, российские федерации, рынок российских. Ну, российский рынок тоже, в общем, в последнее время нас не радует, да, и как бы инвесторы спрашивают, а что же делать, да? Мне хотелось бы как раз вот на этот вопрос от вас получить ответ. Что делать? Кто виноват и что делать? Кто виноват, не надо, мы этих виновных, мы уже, так сказать, многократно озвучили в эфире, а вот что делать, да, действительно, потому что, ну, вариантов-то не так много. Ну, смотрите, опять же, делать можно несколько дел. Во-первых, если уж есть такое желание оставаться на фондовом рынке, то, конечно, вкладывать исключительно в ликвидные вещи, коих на российском фондовом рынке можно пересчитать по пальцам. Есть еще дивидендные бумажки, которые, ну, частично, наверное, все-таки отыграли, да, потому что начинать играть в дивидендные бумажки надо чуть раньше. Потому что некоторые отсечки уже прошли, в частности, вот любимая мной бумага Нижнекамск-Нефтехим, у них уже была отсечка, известные дивиденды, как бы все понятно, на графике великолепно видно. То есть, как к этому стремились, да? Ну, цена сразу упала на величину дивиденда и все. Ну, остались еще, наверное, Сургутнефтегаз. Здесь частично дивидендная история, частично история, в общем-то, новой отчетности по новым стандартам. Это, ну, все-таки, наверное, Сбербанк, хотя Сбербанк нас дивидендами не балует, но все-таки остается и рост курсовой стоимости акций. Это, наверное, нефтяные компании, которые имеет смысл еще посмотреть. Ну, в принципе, Лукойл уже объявил дивиденды, да? Здесь, наверное, ловить нечего, но остаются другие бумажки, надо посмотреть. Башнефть. Вот. Но, наверное, такая, как бы, существенная рекомендация, да? Смотря на поведение фондового рынка в прошлом году, да, можно было что-то заработать. Но очень-очень точечно. Потому что действительно были темы, и в этом году были темы, да, когда там прошли новости по полю золоту, да, можно было на этом заработать. Прошли, опять же, новости по дивидендам по Лукойлу, на этом можно было заработать, да, посчитав, условно говоря, оставшиеся дивиденды и куда цена акции пришла. На некоторых других историях можно было заработать, да. В частности, энергетика ожила, в энергетике происходят какие-то процессы, там, взять ТГК-1, да, нужно смотреть их инвестиционную программу, насколько она выполнена, может быть интересно. Взять ТГК-6, например, да, судя по поведению рынка, там происходят какие-то процессы. Естественно, мы, конечно, не все знаем, да, но, возможно, там происходит что-то серьезное, потому что, ну, цена акции несколько дней подряд росла просто на очень существенное значение. Вот, возможно, там происходит какая-то смена собственника или вхождение капитала, но там происходит что-то интересное. Я бы, конечно, посмотрел инфраструктуру в целом, но это уже более долгосрочный проект. Это не только дорожные строители, да, но и аэропорты. В частности, в прошлом году тема была аэропорт Домодедова, но это так и не случилось. У нас же есть и другие аэропорты. Я думаю, что их хозяева тоже как-то заинтересованы в повышении капитализации. Понятно, что это произойдет не одномоментно, не сегодня, может быть, даже не в этом году. Но это одна из интересных тем. А в целом общая рекомендация, естественно, инвесторам все-таки держать деньги в надежном банке. В кэше. В кэше, да, чтобы в нужный момент выйти с кошельком денег и купить. То есть не надо покупать раньше времени. Кстати, опять, если возвращаться, спасибо, Саша, возвращаться к разговору о некой парадигме, да, как Владимир нам предложил, слушайте. То есть все-таки очевидно, да, что парадигма эта существенно поменялась. Если раньше, то до кризиса. Да, главное, значит, было купить, потому что все равно все вырастет. Так, купим, потом разберемся. Да, потом разберемся, ну, вырастет, продадим это, купим это опять. А тут сейчас действительно все огульно уже покупаешь, да, бессмысленно, да и просто вредно даже, да. Искать надо какие-то точные моменты. Дим, тебе вопрос, осталось несколько, небольшое количество времени. Вообще вернется когда-нибудь эта парадигма? Это уже навсегда забытая история? Нет, мы видели, в общем, в январе достаточно хороший рост, там плюс 5%. Вот, правда, сейчас все это со февраля. Ну, ненадолго, ненадолго. Ненадолго, да. Да, но в целом, думаю, что основная идея возможности возврата именно спекулятивных денег, потому что сейчас можно пока говорить о спекулятивных деньгах, вот, это общий уровень аппетита к риску глобальных инвесторов. Пока что, пока что, вот, проблемы Европы, они сдерживают. И в этих условиях, безусловно, я буду... Я понял, Дим, спасибо огромное, не успеваем, мы, я вас благодарю за внимание, Дмитрий Беденков, Александр Антипов. Уважаемые слушатели, всего хорошего, до завтра.